Этот объект по инженерным меркам специалисты называют уникальным. Поставкой и монтажом оборудования занималась в том числе компания «Электрощит Самара». Суммарная мощность подстанции – 80 мегавольт ампер. Она оснащена передовым микропроцессорным оборудованием, релейной защитой, автоматикой, устройствами телемеханики и связи. Во время возведения объекта проектировщики прибегли к нестандартному решению. Для самарской компании подстанция «Бытка» действительно гордость. Это гордость всего электросетевого комплекса России, потому что это достаточно уникальная подстанция. Таких больше нет в электросетевом комплексе. Это подстанция в двух уровнях, на котором применены нестандартные технические решения, которые надо было реализовать именно в таком сложном геологическом исполнении, плюс соблюсти обязательно сейсмостойкость 9 баллов. И это потребовало от нашей компании разработки специальных решений, нестандартных решений. Необычное по дизайну подстанции «Бытка», оборудование которой расположено на двух уровнях, бесперебойно снабжает электроэнергией одноименный микрорайон и дублер курортного проспекта. Надежное оборудование и не менее надежная эксплуатация. Пополнение этих условий позволило энергетикам с честью выдержать олимпийский экзамен. Сейчас они работают, чтобы приумножить уровень надежности. Энергетики из разных регионов России заинтересовались работой компании «Электрощит Самара». У меня в организации очень много тоже подстанций обслуживаю. Вот эта подстанция уникальная, на мой первый взгляд. Оборудование довольно-таки все новое. У нас такого еще нет. Но хотел добавить, что завод «Электрощит» – опытный образец. Завод «Электрощит» установил опытный образец на нашей дистанции. Уже эксплуатируем три года. По России это первый аналог. А курорт Сочи активно развивается. Он стал круглогодичным. Зимой на Красной Поляне людей много, как и летом. Не подводит новая энергетическая инфраструктура «Кубаниэнерго». Она себя прекрасно зарекомендовала. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «Эфкатур».